Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как нетрезвый водитель Лады протаранил стоящий внедорожник. Пытался убежать. Убежать вместо аварии у него не получилось. Покажем, как иномарка влетела в магазин, едва не сбив пешеходов. А также ограбить смог, потратить не успел. Сколько денег за? Точно не знаю. В Казани задержали мужчину по подозрению в ограблении офиса микрофинансирования. Это и не только прямо сейчас. Нетрезвый водитель Лады десятой модели устроил аварию на перекрестке улиц Челюскина и Беломорской. Автомобилист протаранил Hyundai Creta, которая стояла на светофоре в ожидании возможности поворота. Сразу после столкновения предполагаемый виновник ДТП попытался сбежать, но не смог. С ним поговорил Айрат Назипов. О том, в каком состоянии сел за руль водитель десятки, можно было судить по его поведению. Мужчина вел себя вызывающе в присутствии автоинспекторов. Впрочем, пересекаться с ними он не планировал. Сразу после аварии вместе с пассажирами пытался скрыться, бросил свою машину. Но сделать ему этого не удалось. Я вышел, пытался убежать. Водитель Hyundai не повезло. Мужчина приобрел иномарку всего лишь два дня назад. На перекрестке улицы Челюстка на Беломорске он остановился на светофоре. Пропуская встречный поток, автомобилист планировал повернуть налево. Но выполнить маневр помешал водитель Lada 10-й модели, который попросту въехал за одну часть иномарки. Я его в зеркало только увидел, как бы уже езжать. В последний момент вышел, как говорится. Причина такого маневра была, если на сразу. Предполагаемый виновник имел все признаки алкогольного опьянения. Выбивали сегодня вы? Нет. Но экспресс-тест на алкоголь показал другой результат. А сколько показало? Тысячу сто лет. Теперь нетрезвому водителю придется забыть о вождении на ближайшие годы. Также ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. И вероятное покрытие всех расходов на ремонт иномарки. Айрат Назип, Наиль Абдулин. Вызов 112. 52-летний водитель из Краснодара погиб в страшной аварии в Бавлинском районе. Трагедия произошла на 1275-м километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительной информации дальнобойщик проигнорировал предупреждающие дорожные знаки. Дорожные работы, въезд запрещен и объезд препятствия слева. Многотонник на высокой скорости пролетел через яму, въехав в откос моста. Фура так и повисла в воздухе. Водителю было уже не помочь. Он скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Грузовик с момента сборки, не проехавший ни километра, протаранил опору внутри автомобильного завода «КамАЗ». При столкновении с конструкцией кабина многотонника была сильно деформирована. Авария произошла вечером. «КамАЗ», езжая с главного сборочного конвейера, въехал в колонну здания. Никто не пострадал. Сейчас на предприятии ведется расследование этого инцидента. На перекрестке улиц Декабристов и Линская в Казани столкнулись автомобиль такси «Рено Сандера» и «Хюндай Солярис». По предварительной версии, автоледи, управляющая «Рено», поворачивая налево, просто не заметила приближающуюся иномарку. От удара ее автомобиль развернул на 180 градусов, но сама девушка не пострадала. Пассажиров в салоне не было. А вот водители «Хюндай» от получения травм спасли подушки безопасности. Детали у Елены Веселовой. Водитель «Хюндай» рассказывает, что самостоятельно оформить ДТП они не смогли. Повреждения автомобилей слишком сильные. Оба покинут место столкновения только при помощи эвакуатора. По версии мужчины, сидевшего за рулем корейской иномарки, виновна в аварии автоледи, управляющая «Рено Сандера». Девушка поворачивала с проспекта Ямашево на декабристов, но на перекрестке не заметила едущий прямо встречный «Хюндай». Ряд машин все остановились, она именно среди них вылезла. Водитель «Хюндай» не успел среагировать и протаранил правую часть «Рено». Удар был такой силы, что французскую иномарку развернуло на 180 градусов. К счастью, пассажиров в этот момент в такси не было. Девушка признается, что нарушила правила. Ехала подразумевание, заворачивала на еду, получается помеха справа. Не ударились, ничего, не ушиблись? Ничего. Автоледи отделалась легким испугом. Не пострадал и водитель «Хюндай», его спасли подушки безопасности. Теперь участникам осталось дождаться автоинспекторов. С большей долей вероятности виновный признают водителя «Рено». Елена Веселова, Леонард Генатулин, Константин Бушуев. Вызов 112. В селе Пестрицы камера видеонаблюдения запечатлела момент серьезной аварии. По предварительной версии, 20-летний водитель БМВ превысил скорость, не справился с управлением и въехал в торговый павильон, едва не сбив пешеходов. Сразу после происшествия на помощь к пострадавшим бросились очевидцы. В результате госпитализация потребовалась 21-летнему пассажиру и водителю немецкой иномарки. Они получили многочисленные травмы. На улице Линская ночью столкнулись три автомобиля. Один сломался до аварии, второй потерял возможность передвигаться своим ходом как раз в результате столкновения. Причем в происшествии их водители были не виноваты. Светлане Спириной автомобилисты рассказали подробности. Глобовое заднее разбили при сознании. Да, это вот сейчас закрыли. Холодно сидеть, 4 часа сидеть. Аку ее водителю пришлось подручными средствами ремонтировать прямо на месте. Из-за разбитого стекла температура в автомобиле сравнялась с уличной. И прогреть салон было невозможно. Тем более, что двигатель отказал еще до аварии. Машина заглохла прямо на ходу. Заводиться больше не хотела. Автомобиль уже практически остановился прямо на дороге. Но выйти и оттолкать его к обочине мужчина не успел. Нет, она даже не ехала. Все, то есть, ну, в последнем стихане уже исключительно не стояла. Водитель девятки не ожидал увидеть посреди дороги стоящую машину. Когда понял, что Ака не двигается, резко ударил по тормозам. И едва успел остановиться. И в эту секунду ехавшая за ладой Деонексия на полном ходу врезалась в девятку. Девятка резко тормозной. Лев-девятка. А, а, сам. В углу обороны. То есть вы хотели избежать, я так понимаю, да? Да, да, да. И в угол. А здесь поток шел. Поэтому не получилось. Самостоятельно участники не смогли поехать в центр оформления ДТП. Девятка оказалась не на ходу. Ака сломалась еще раньше. Прибывшие на место сотрудники ДПС, скорее всего, признают виновным столкновение водителя Деонексии за несоблюдение безопасной дистанции. Светлана Спирина, Ленар Генатулин, Константин Бушуев. Вызов 112. Пешехода с признаками алкогольного опьянения сбила Киарио на улице Декабристов. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Это и стало неожиданностью для водителя иномарки, который не сумел избежать наезда. В результате происшествия пострадавшего доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Житель Алькеевского района вытащил двух человек из горящего дома, тем самым спас их от неминуемой гибели. Инцидент произошел в деревне Садиково. 28-летний Григорий Зварич, проходя мимо дома, заметил дым и услышал сигнал пожарного извещателя. Пожилые хозяева жилища также услышали этот сигнал, но из-за преклонного возраста и состояния здоровья не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома. Не дожидаясь приезда пожарных, молодой человек зашел в полыхающее здание. Увидев хозяйку, он вывел ее в безопасное место. Затем вернулся и вынес на улицу 71-летнего пенсионера. Престарелый мужчина, инвалид, который не мог передвигаться самостоятельно. После спасения молодой человек помог вытащить из горящего дома документы и другие ценные вещи. В результате пожара пострадал дом и крыша на общей площади 60 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования. В администрации Алькеевского муниципального района решают вопрос о поощрении героя. Ограбил офис микрофинансирования, но потратить похищенные деньги не успел. Полицейские Казани задержали подозреваемого в разбой. 30-летний житель Казани в саденном тут же сознался. Быстро выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление в 2013 году. Зарине Ахметовой, задержанный, рассказал, как пошел на дело. Особенно шли или как-то в алкогольном опьянении просто произошло? Не пью. О том, что нападение было не спонтанным, а спланированным, говорило как признание мужчины, так и его действия. На записях с камеры наблюдения видно, как неизвестно заходит в офис микрофинансирования. Спрятав лицо под капюшоном, мужчина начал угрожать ножом сотрудницы заведения. Убрал он его, лишь когда получил от нее деньги. В тот день предполагаемый злоумышленник похитил 31 тысячу рублей. Правда, потратить их он не успел. Сколько денег взяли? Точно не знаю. Просто настолько, когда взяли. Сколько примерно взяли? Не знаю, не считал. Но деньги не успели потратить? Нет. А задержали когда? Через какое время? Через пару часов. Мужчину задержали по горячим следам. Помогли записи с камер видеонаблюдения. Как оказалось, он уже был знаком полицейским. 30-летний житель Казани не стал отрицать свои вины и сознался содеянным. Полицейские частично изъяли у него похищенные деньги. Известно, что в 2013 году мужчина уже был суден за аналогичное преступление. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия он заключен под стражу. Зарина Ахмедова, Айрат Назипов, Выдов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.